Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг Русской службы гостерадио Исламской Республики Иран. В преддверии 42-й годовщины Исламской революции и празднования Дня Матери и Женщины в Иране у нас было эксклюзивное интервью с послом Исламской Республики Иран в Москве Казымом Джаляли. Приветствую его, мы задали ему вопросы на фоне прошедшего на прошлой неделе важного визита министра иностранных дел Ирана Зарифа в Россию и рабочего турне по ряду стран региона и попросили рассказать о результатах этого визита. Во имя Бога милостивого, милосердного, я тоже хотел бы вас поздравить с годовщиной победы Исламской революции. Также хочу поздравить с Женским Днем вас и всех наших женщин. Хочу вас всех искренне поздравить. Да, вы правы, на прошлой неделе мы были свидетелями визита нашего уважаемого министра иностранных дел в Россию, а также в регион. Он приезжал в Россию, потом съездил в страны региона. Хочу отметить, что визит в Россию был очень хорошим. У него состоялись вместе с переговорами с его превосходительством господином Лавровым около четырех часов. Он проводил переговоры, и после этого состоялась пресс-конференция. А потом, после пресс-конференции, мы подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, в области информационной безопасности. В целом, они прошли по всему комплексу наших двусторонных отношений, экономическую часть, а также и политические отношения тоже были обсуждены на этих переговорах. Потом мы обсуждали вопросы региона, региональную повестку дня и, в частности, Карабах. И обсуждали, каким образом Иран и Россия могут сотрудничать с тем, чтобы в регионе был устойчивый мир. Поскольку практически эти две страны, я имею в виду Азербайджан и Армения, являются нашими соседами, и мы хотим, чтобы они жили в мире и безопасности. Во всяком случае, эти вопросы, которые я вам назвал, они были обсуждены на этих переговорах. А после переговоров, как я вам сказал, мы подписали соглашение о безопасности, о информационной безопасности. Два министра подписали данные межправительственные соглашения. Российская вакцина «Спутник» имеет своих сторонников в Иране и людей, которые не поддерживают эту разработку. И вот каковы характеристики этой вакцины и с какого момента она будет представлена в Иране? Вы видели, я, честно говоря, некомпетентен давать оценку в научных вопросах российской вакцины. Что касается внутри России, то министр обороны России, а также очень многие официальные должностные лица перевивались именно этой вакциной. Военные, а также силы правоохранительных органов, а также медицинский персонал, они все перевивались именно этой вакциной. И каких-то отрицательных последствий от русской вакцины, российской вакцины не слышны. Хотя мы слышим о том, что очень многие другие страны, которые используют свою вакцину, у них есть, тем не менее, побочные эффекты. Сейчас очень многие страны закупают, и в том числе европейцы ведут переговоры с Российской Федерацией с тем, чтобы использовать российскую вакцину. Что мы делаем с Россией? Мы делаем две вещи. Первое, это мы закупаем вакцину, второе, будем совместно ее производить на территории Ирана. На следующей неделе тоже приезжает к нам делегация из Министерства здравоохранения. Это заместитель министра здравоохранения по лекарственным вопросам, а также по вопросам питания. Из Министерства здравоохранения Ирана они переезжают в Москву и будут проводить соответствующие переговоры по совместному производству данной вакцины на территории Ирана. Что касается поставок вакцины, то, как я сказал представителям СМИ, в соответствии с графиком нашим определенным, мы на этой неделе отправим в Иран первую партию российской вакцины и стараемся до середины февраля тоже отправить следующую партию, а потом в начале марта следующую партию. Так что пока в соответствии с нашим планом определенным, вот такой график поставок российской вакцины в Иран. Учитывая соглашение Ирана о свободной торговле с Евросоюзом, какие совместные планы и оперативные меры у вас есть на повестке дня в рамках экономического сотрудничества между Ираном и Россией с целью развития торговли между двумя странами? Да, вы знаете, мы с февраля начинаем активизировать диалог между Исламской республикой Ирана и секретарем. Особенно по введению свободной торговли. Мы начнем этот диалог. Вы знаете, что на прошлой неделе я встретился с председателем коллегии Евросоюз, а также с министром экономики Евросоюз, и мы осуществили соответствующее согласование. Дай Бог, этот диалог для запуска свободной торговли между Ираном и Евразией в скором времени начнется. Что касается объема экспорта в страны Евразия, то я хочу сказать, что, конечно же, объем экспорта увеличился. И здесь был значительный рост. И я хочу сказать, что даже председатель коллегии Евразия сказал, что ваш экспорт, господин посол страны Евразия, увеличился. Он даже в шутку сказал, что ваш импорт даже не столько имел роста, чем тот экспорт, который вы осуществляете в нашей стране. Так что мы думаем, что это, конечно же, наш успех. Это наш успех, когда у нас увеличивается экспорт в страны Евразия. И мы, как я сказал, дай Бог, этот диалог начнем с Евразия по запуску свободной торговли. И, вы знаете, сейчас прошел год, один-два месяца с нашего соглашения с Евразия. Вы знаете, там срок на три года. И остались два года. И мы должны, конечно же, использовать максимально этот срок, с тем, чтобы наши переговоры и наш диалог с Евразией пришел к соответствующему результату. И с тем, чтобы мы могли бы запустить, как я сказал, можно скорее, эту зону свободной торговли. Там есть еще и другие дела, которые мы осуществляем с Евразией. Это вопрос, конечно же, рабочей группы по финансовым вопросам. Здесь есть соответствующие проблемы, проблемы платежей, вопросы банковского и финансового сотрудничества. Их надо более серьезно, мне кажется, что оследить, их более серьезно осуществить. И в частности, между Ираном и секретарем Евразия. Мы могли бы проводить совместные выставки, с тем, чтобы на этих выставках мы могли бы представить те товары, которые мы производим на территории Ирана. Мы могли бы унифицировать абсолютно наши стандарты. Вы знаете, что в Евразии существуют соответствующие рабочие группы. И мы должны, конечно же, активизировать работу этих рабочих групп в рамках сотрудничества между Ираном и Евразией, чтобы это сотрудничество получало такой постоянный характер. И следует увеличить уровень этих взаимодействий. И поэтому я попросил председателя коллегии, чтобы наши контакты, контакты между Исламской республикой и Иран-Евразией, они стали более тесными, а также и более регулярными. Наши друзья в организации по вопросам торговли при Министерстве промышленности, а также и совместной межправкомиссии между Ираном и Россией, под председательством господина доктора Ардаканяна, они полностью в курсе этих дел. Они, конечно же, будут прикладывать огромные усилия с тем, чтобы это взаимодействие получило более активный характер. Также Казыма Джадали мы спросили, когда границы двух стран, которые закрыты из-за пандемии COVID-19, будут вновь открыты для поезда граждан обеих сторон. Вы знаете, как Вы отметили, конечно же, границы после начала коронавирусной пандемии были закрыты, я имею в виду для прохода граждан. Но что касается перевозки товаров, это как бы свое место имеет, конечно, обсуждение этого вопроса, но, к счастью, товары проходили. И я думаю, что здесь мы тоже наблюдали соответствующий рост. Я хотел бы здесь тоже отметить, что в первые 10 месяцев 2020 года мы имели рост около 43%. То есть это был рост экспорта Ирана в Россию. Мне кажется, что это очень хороший успех для Ирана. Именно в 2020 году, несмотря на коронавирус. Вы знаете, да, у нас было снижение сотрудничества, снижение нашего экспорта во все страны, наши соседние страны. У нас было только увеличение рост 2% в Ирак и в Азербайджан. А так в России у нас рост экспорта это около 43-44%. Поэтому с этой точки зрения границы, конечно же, были открытием. Я имею в виду для перевозки товаров. А что касается прохода наших граждан, и в частности студентов и бизнесменов, то я хочу сказать, что у студентов, конечно же, занятия проходили в режиме онлайн. Они проходили свои занятия. И если не будет никакой опасности, они могут вернуться и здесь в очном порядке проходить свои занятия. Что касается наших бизнесменов, то мы на этот счет тоже разговариваем с нашими российскими коллегами. Даже господин министр Зариф на своей недавней встрече на эту тему разговаривал со своим российским коллегой. И мы были очень редкие люди, которым давали визу, чтобы сюда могли приехать. Это было очень ограниченное количество. Вы знаете, механизм в России, механизм принятия решений, это осуществляется именно в штабе по борьбе с коронавирусом. Есть в России штаб по борьбе с коронавирусом. Это как некий механизм принимать соответствующие решения по всем слоям населения. То есть Министерство иностранных дел России здесь не принимает решений. Мы просто представляли наших бизнесменов Министерства иностранных дел, они отправляли в штаб по борьбе с коронавирусом, и они разрешали этим людям приехать в Россию. Я говорю, там были некоторые люди, но, конечно же, было очень малое количество людей, которые таким образом могли бы получить визу и сюда приехать. А так ситуация, конечно же, она не подлежит прогнозу. Сейчас в России началась вакцинация. В Вираме скоро начнется вакцинация. Я там сам очень-очень хочу и сторонник открытия дорог и наших границ, с тем, чтобы могли бы наши граждане тоже сюда приехать. Мы постоянно ведем консультации с российской стороной. Когда-то в Виране ситуация с пандемией была очень... В Виране была плохая ситуация с пандемией. Сейчас в Виране, слава богу, лучше. И здесь в России стало сейчас как бы не очень хорошо. Сейчас плохая ситуация с пандемией. Поэтому и здесь тоже в соответствии с этой ситуацией в России принимают соответствующие решения. А так, конечно же, мы не хотим, чтобы именно такая ситуация оказала влияние на жизнь наших бизнесменов. Мы хотим, чтобы они имели свободу действий. Но, к счастью, еще раз хочу повторять, что правительство России нам оказало помощь в этом вопросе. Мы постоянно ведем консультации с нашими российскими коллегами. А еще один вопрос, вы знаете, да, они сделают так, что те визы, которые получены, они до 15 июня 2021 года, они продлены, эти визы. Что касается рейсов и наших полетов в воздушном сообщении, то я хочу сказать, что, конечно же, воздушное сообщение, оно ни в коей мере не было прекращено. Мы имели три рейса в неделю. После пандемии эти три рейса стал один. До пандемии три раза в неделю мы летали из Тегерана в Москву, а сейчас стал один рейс, который совершает авиакомпания «Маханер». Еще к этому добавилось два рейса аэрофлота в неделю. Так что воздушное сообщение ни в коей мере не прекращено, и это по-бережному действует. С учетом консульских отношений и соглашений между Ираном и Россией, на каком уровне находятся шаги по отмене визы? Вы знаете, что касается ответа на ваш вопрос, то я хочу сказать, что, конечно же, мы договорились с российской стороной о том, что для групповых поездок, то есть когда иранские граждане в виде группы приезжают в Россию, или российские граждане приезжают в Иране в виде группы. Именно в рамках туристических визитов отменяется именно виза для подобного рода поездок. В целом, есть договоренность по данному вопросу. Осталось подписание программ плана действий, плана действий к этой договоренности, и соответствующие лица двух сторон будут этот план действий подписывать. Мы хотели в прошлом году, в месяце СФАН, такой план подписать, и господин Муны-сан должен был сюда приехать. Мы подготовили всю почву для того, чтобы это было сделано, но, к сожалению, из-за коронавируса визит был отменен. Потом в месяце МЕХ мы планировали осуществить этот визит, но тоже столкнулись с усилением распространения коронавируса внутри России, поэтому российские наши коллеги и официальные лица сказали, что этот визит тоже откладывается. Но, во всяком случае, сейчас мы планируем подписать данный план или в очном формате, или в формате видеоконференции. И то, что нет здесь никакой спешки, заключается в том, что во время коронавируса такие поездки как раз нет возможности для того, чтобы осуществить именно такие групповые поездки. Но, тем не менее, для этого нет никаких проблем, и мы прорабатываем данный вопрос. Наша служба выражает благодарность послу Исламской Республики Иран в Москве за то, что он согласился дать нам интервью.